Итоги и сроки реализации поставленных задач в сфере образования обсуждались на заседании Муниципального государственно-общественного совета по развитию образования Щелковского района. Мероприятие проходило при участии представителей районной администрации, председателей управляющих советов школ и детских садов, представителей общественной палаты родительской общественности. В состав совета были добавлены новые члены, среди которых заместитель руководителя администрации Щелковского муниципального района Юрий Родионов, главный редактор газеты «Время» Денис Макеев, член общественной палаты Маргарита Силантьева. На заседании был представлен отчет о развитии системы образования в Щелковском районе. Открылись три новых детских сада. Сегодня также идет строительство дошкольных учреждений в Щелкове, Свердловском, Анискинском и Медвежьей Озерском поселениях. В 2016 году должны быть полностью ликвидированы очереди в детские сады. В этом году, несмотря на увеличение числа школьников, удалось снизить общий показатель по количеству обучающихся во вторую смену. Это связано с тем, что 1 сентября 2015 года распахнули свои двери две новые школы – в микрорайоне Богородский города Щелково и Свердловская средняя школа номер 2. Решить стратегически важную задачу, поставленную губернатором региона, поможет также строительство школы в Солнечном и перестройке в школе в Медвежьих озерах. Говорили и о том, что увеличился охват детей, занятых во внеурочное время. Число детей, занятых в учреждениях дополнительного образования, в Щелковском районе почти в два раза превышает показатели по области. Мы сформировали единый реестр детей всего Щелковского района, занимающихся в доп. образовании. Мы, конечно же, обязаны будем контролировать и смотреть, чтобы дети были заняты в том или ином направлении, которое их интересует. Прозвучали положительные отзывы по внедрению дополнительных образовательных услуг в детских садах и школах. От родителей хочу сказать, что это очень удобно, потому что детей не надо дополнительно везти куда-то, потому что у нас сразу становится вопрос времени. Где найти время после работы для того, чтобы отвезти детей? Тоже самое кружок рисования, кружок лепки. Присутствующие на заседании уделили особое внимание отдыху детей во время новогодних каникул. Лагерь «Юный армеец» был за весенний период и благодаря руководит администрации Алексею Васильевичу Валову приведен великолепное состояние. И сейчас будет организована смена, зимняя смена. Дети великолепно смогут там отдохнуть. Подводя итоги заседания, Гавриил Поляковский подчеркнул важность проведения подобных мероприятий. Совместная деятельность представителей власти и общественности, прямой диалог с родителями позволяют дать правильную оценку той работе, которая ведется в направлении повышения качества образовательных услуг. Ольга Оржанова, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».